МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот день, 29 июля 1586 года, считается днем основания Тюмени, первого русского города в Сибири. 29 июля 1918 года советская власть закрыла новую газету Максима Горького. Писатель тогда слишком критично высказывался против революционного террора большевиков. Этот конфликт станет причиной скорого выезда Горького за границу. 29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ Советского Союза Юрия Антропова была создана группа для борьбы с терроризмом Альфа. И в этот день, 29 июля, родились Владимир Зварыкин, инженер, отец современного телевидения, Иван Айвазовский, великий художник, маринист. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аванес, по-русски Иван, родился в Феодосии в семье небогатого армянского купца Гайвазовского. Мальчик дни напролет проводил у моря, наблюдая приливы и отливы. На песке он рисовал свои первые картины, смываемые морской водой. А когда отец Ивана увидел белые стены их дома разрисованными, то понял, что надо куда-то направить талант его сына. Людей, кто бы согласился помочь молодому человеку, оказалось немало. Это и архитектор Яков Кох, преподававший мальчику первые уроки рисования. И феодосийский губернатор Александр Казначеев, под чьей протекцией Иван был определен в училище. И Наталья Нарышкина, жена губернатора Тавриды, благодаря которой 13-летний Иван поступил на бюджетное место в Петербургскую академию художеств, несмотря на возрастной цен с приема с 14 лет. Уже в 19 лет Ивазовский представил на художественной выставке пять своих картин, одна из которых «Этюд воздуха над морем» завоевала серебряную медаль. Учащийся не получил при этом согласия своего педагога, француза Тонера, чем вызвал его жгучее недовольствие и зависть к успеху. Эта размолвка с мастером едва не стоила молодому художнику карьеры, поскольку Кляуза дошла до государя Николая Первого, почему распоряжение все картины Айвазовского были сняты с выставки. Лишь благодаря заступничеству маститых художников Иван был поращен и вскоре получил новую медаль, «Золотую» за картину «Штиль». А Николай Первый стал ярым поклонником творчества Айвазовского. Государь повелел выпустить Ивана из Академии на два года раньше и отправить его вместе со своим сыном Константином в плавание по Балтике, учиться ремеслу на натуре. В дорогу государь снабдил талантливого художника деньгами, а за три тысячи рублей приобрел шесть работ даровитого мариниста. Что бы ни написал Айвазовский, «Все будет куплено мною», заявил русский монарх. Айвазовский же деньги воспринимал как вспомогательный инструмент. Живописец как губка впитывал в себя увиденное и обладал поразительной работоспособностью. Большинство картин он писал за один день. Правда, этому предшествовал долгий подготовительный период, когда художник приходил на место, изучал детали, но с натуры делал лишь карандашные зарисовки. Проведя эксперименты, Айвазовский понял, что картины, написанные по памяти, находят больший отклик в сердцах зрителей. И стал творить фантазируя. Он всегда начинал с неба, говорил, что пишет воздух. Один из меценатов Айвазовского подмечал, что на его картинах красуется воздух и вода. А бывало, что красовалась и ночь. Одной из самых знаменитых картин Айвазовского стала «Лунная дорожка», которая настолько поразила зрителей, что многие из них полагали, что за картины установлена включенная лампа, подсвечивающая дорожку. Но это была всего лишь оптическая уловка дровитого мастера, который насыщенными мазками создавал шедевр за шедевром. За всю творческую карьеру художникам было написано невероятное количество полотен, около шести тысяч, большая часть из которых – морские пейзажи. Но были среди них и работы другого толка, так сказать, неузнаваемого Айвазовского. Это и вид Петербурга, и египетская пирамида в Гизе, и полотно «Хаос», которое пожелал купить сам Папа Римский. Узнав об этом, Айвазовский лично преподнес свою картину понтифику, а слава талантливом Маринисти загремела на весь мир. Один из английских художников, Уильям Тернер, так написал ему «Прости меня, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мной. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений». С британцем согласился и другой русский художник, Николай Крамской. Айвазовский, кто бы ни говорил, есть звезда первой величины, во всяком случае и не только у нас, а в истории искусства вообще. Редактор субтитров А.Семкин